Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о пушках. Пушки, как орудия для метания ядер, можно встретить в любых уголках нашей планеты. В этом видео вы узнаете, в каких именно местах можно увидеть пушки, и получите сопутствующую историческую информацию из википедии. И начнем с пушки, которая расположена у входа в Минский завод отопительного оборудования. Немного историй. Считается, что современный состав пороха был разработан мусульманскими учеными в 13-14 веках. Сначала использовались ручные пищали, потом дело дошло до огнестрельного осадного оружия. Итак, пушки о керманской крепости в Белгород-Днестровском. Одна пушка расположена в девичьей башне, несколько пушек в соседних башнях, пушки в музее осадных орудий и одна миниатюрная копия в музее Монетного двора. Она перед вами. А это пушка в девичьей башне от германской крепости, находящаяся под стеклянным полом. Пушки, находящиеся в башнях, соседствующих с девичьей башней, видны снаружи крепости. Традиция приписывает изобретение пушки немецкому монаху Бердольду Шварцу в 1313 году. Есть среди пушек и не совсем пушки, например, мартира в музее осадных орудий Акермана. Или вот это пищальная батарея. А вот это осадное орудие можно смело назвать бомбардой. А вот это уже настоящая пушка, все в том же музее. В первой половине 14 века огнестрельное оружие уже использовалось в Англии и Италии. А вот еще две пушки в поселке Затока, на площадке напротив Затокского поселкового совета. К пушкам, как и любому военному объекту, начал проявляться научный интерес. Это касается целого направления в науке сопротивления материалов, которое называется расчет кривых стержней. Расчет таких цилиндров, у которых толщина сопоставима с диаметром, дан учеными Ляме и Гадолиным в 1852-1854 годах. Российские и многие зарубежные артиллерийские заводы до сих пор используют исследования Гадолина при проектировании и изготовлении орудий. Вот еще две пушки в городе Йошкар-Ола, на площади воеводы Аболенского-Нагадкова. Как видите, к пушкам есть сугубо научно-технические интересы, и поэтому я рассказываю, где и какие пушки расположены. Надеюсь, эта информация будет полезна зрителям. А это уже копия царь-пушки, расположенная на той же самой площади, в городе Йошкар-Ола. Кстати, по современным меркам царь-пушку можно смело называть мортирой или бомбардой. Настоящая царь-пушка, как известно, находится в Москве, на территории Кремля. Первоначально слово «пушка» применялось ко всем видам артиллерийского оружия. После введения чугунного литья в XVI веке, пушками стали называть орудия, имеющие длину ствола от 16 до 22 калибров. И еще одна пушка, расположенная на Думской площади в Одессе. Эта пушка – военный трофей, массой 250 пудов. Трофей достался после того, как 30 апреля 1854 года фрегат «Тигр» затонул у берегов Одессы. Так закончилась осада Одессы англо-французским флотом во время Крымской войны. На этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Инженер. И не пропускать полезных видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...